здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала время у нас близится к обеду на улице прохладно муж попросил сварить суп прохладное время всегда к месту будет куриный суп но так как у меня сегодня курицы нет я взяла внутреннее филе индюшки что такое внутреннее филе она бывает у курицы и индюшки это филе которое расположено между грудными мышцами и костью вот эта длинная такая полосочка замечательного сочного и вкусного мяса сегодня из этого мяса мы будем готовить суп сегодня с вами мы готовим мой супчик любимый который я называю задом наперед или вернее я готовлю его задом наперед не так как готовят обычно что же я делаю растительное масло первую очередь наливаю в кастрюлю в которой будет вариться суп и первое что я отправляю это моя чесночно-перцовая паста где-то половина чайной ложечки обжариваем в растительном масле она уже разогрелась но девочки перцовая паста обжаривается очень быстро поэтому у вас уже должен был подготовлен быть лук и нарезан чтобы лук снял с перцовой пасты нагрузку аромат пошел обалденный сразу же лук поджариваем до золотистого цвета чтобы было вкусно ароматно и красиво не отвлекаемся чтобы лук не сгорел хочу сказать что вот этот супчик я готовила в казахстане и завоевала сердца моих подруг друзей и новых приятных знакомых пошел аромат жареного лука свет еще не тот какой нужен но у нас есть морковь и она должна обжариваться с луком вместе отправляем морковь и продолжаем обжаривать лук зазолотился у меня есть лук-порей замороженный это же отправляем сюда лук-порей дает очень хороший вкус супу следующим отправляем в нашу зажарку болгарский перец или паприку болгарский перец придаст красоту ну и пользу конечно и так перец морковь и лук обжариваются следующее идет картофель перемешиваем с зажаткой и вот сейчас пришло время залить все это бульон у меня из индюшки это и на теле берем и сливаем бульон на так включаем температуру бульончик прозрачный очень красивый обязательно пробуем на соль нужно сказать что бульон варился уже под соленым пока хватает потом попробуем еще раз что еще хочу сказать что я отправляю мою чечевицу туда же супчик когда-то я вам рассказывала что я не ела чечевицу не знаю когда какого она вкуса но по совету моих подписчиков я начала варить чечевичный суп пока только суп но он вытеснил гороховый по какой причине хотя гороховый суп ароматнее но варить его намного дольше поэтому чечевичный суп мы варим довольно часто ну скажу раз в месяц это обязательно так немножко убавим температура варки готовим дальше я порезала грудку или инон филе это внутреннее филе под грудкой у кости бывает она у курицы это филе бывает или впервые я купила индюшинное филе не считаю что она лучше сочнее и мягче чем сама грудка да и вкуснее пусть варится все даем закипеть я добавлю чуть-чуть соли потому что само филе оно как будто чуть недосоленое тогда и суп с овощами будет недосоленый поэтому солим в два-три этапа убираем пенку образовавшуюся от картофельного крахмала супчик кипит и будет он кипеть 20 минут такого времени требует картофель за это время сварится и разварится чечевица сейчас он проварился только 10 минут за это время я убрала посуду которая пользовалась для приготовления еды у нас осталось еще 10 минут и я могу использовать их с пользой нужно сказать что таким способом как я готовлю сейчас мои супы я готовила всегда грибной суп начиная с зажарки сейчас я ставлю начинаю с того и оставлю отвариваться мясо просто готовлю бульон мясной бульон для супа варится это мясо у меня в зависимости от того какое это мясо вот от часа до двух часов молодая курица молодая индюшка достаточно готовить один час даже грудка курицы варится и полчаса и этого достаточно ну что хочу сказать какие у меня правила это мои личные правила это не правило которым вы должны подражать ну во первых я отправляю все свои ингредиенты или нужно сказать мясо в кипящую воду я не кладу мясо в холодную воду и не жду когда она закипит мне проще чтобы закипела вода в кастрюле отправить туда мясо тут же снимаю пену и мясо варится столько солю сразу в самом начале немножко потом досаливаю окончательно солю уже мой суп вы спросите в чем же разница если варится например мясо и туда отправляешь картофель овощи зажарку вы знаете разница есть и если вы попробуете то вы поймете суп который бульон варится отдельно а мясо овощи я начинаю зажаривать один за другом за другим причем не пережариваю вот именно чуть-чуть тогда ваше масло или жир на котором вы готовите принимает аромат каждого из этих овощей и в результате получается очень вкусный и ароматный суп и это я проверила не только на своей семье это я проверила на друзьях близких и так далее и те кто пробовал этот суп говорят я тоже буду так готовить казалось бы все продукты одни и те же в таком способе и в таком но вкус получается намного насыщеннее и вкуснее ну вот не буду вас переубеждать всем уже я показывала эти ролики но последнее время на канале появилось очень много новых подписчиков вот для новых подписчиков я повторяю свои ролики и первое что я запустила в поджарку это моя перцова чесночная паста все опять и снова сколько бы я ее не показывала на канале всегда спрашивают как ее готовить а да очень просто равное количество острого перца и чеснока почистить у перца убрать плодоножки зеленого цвета семена не вычищать у чеснока чеснок почистить можете делать мера на меру можете делать вес на вес мне это все равно вот получается и так и так вкусно а в результате когда чесночная паста когда вы ее перекрутите на мясорубке или распирираете блендером я последнее время делаю блендером она получается нежнее вот тогда добавляю соли соли добавляю не жалея как следует хорошую столовой ложке все перемешиваю я не заливаю ее растительным маслом прокипяченым или нагретым она у меня так стоит холодильнике но вы можете залить если вы привыкли это делать храню в холодильнике у меня есть второй холодильник где храню грибы обычно там хранится и моя чесночно-перцовая паста и вот хочу сказать что последнее время после того как у меня есть после того как у меня есть запасе перцово-чесночная паста мне очень мало требуется чеснок из этой чесночно-перцовой пасты вы можете сделать аджику моментально добавив томатный сок или пюрированные томаты которые в германии продаются везде пассерованные пюрированные томаты и у вас получился аджика можете добавлять туда специи можете добавлять но остроты вам будет достаточно вкусом тоже что еще хочу сказать я не обхожусь без этой пасты я ей намазываю мясо могу намазать немножко рыбу но совсем чуть-чуть умейте пользоваться этими продуктами не перебачивайте когда но то маленькая нежная аккуратная когда не будет ваше блюдо даже не могу сказать перечесночная или переперечная слишком горького слишком острая слишком чесночная что потом у вас пойдет и отрыжка и все прочее все нужно в разумных пределах применять они так что через край и топором отрубили все нужно делать с умом и осторожно и так я попробовала картофель готов мы отключаем добавляем соли чуть-чуть лавровый листик причем это свой свои сушки он растет у меня в огороде я добавлю немножко специй для курицы совсем чуть-чуть пол столовой пол чайной ложечки и сюда же черный перец ну и какой супчик будет без зеленых листиков и добавляю замороженную зелень в данном случае у меня укроп обычно я кладу две столовые ложки супчик у меня готов еще раз пробуем на соль и можно приглашать уже к столу все отлично пора обедать вот такая красота к обеду все гениальное просто и так соль кладу в три этапа первый раз солю сразу когда опускаю мясо и собираю пену второй раз досаливаю когда уже забросила овощи и третий раз перед подачей к столу не увлекайтесь не пересаливайте сразу понемножку по чуть-чуть запомните это правило ну вот как то так сегодня у нас на обед замечательный чечевичный суп но уже очень хочется горохового потому что гороховый суп не менее вкусный хоть и долго варится обязательно с косточкой с говяжьей косточкой или со свиной косточкой ему нужно сварить гороховый суп но не раньше чем через месяц ну а мне подошло время с вами попрощаться попрощаться снова до завтра до новых волнующих встреч на канале север это моя судьба огромное спасибо вам за ваши лайки за комментарии за вашу подписку без вас каналу не жить как то так а я желаю вам только самого наилучшего только самого желанного и в первую очередь здоровья здоровья всем моим подписчикам моим гостям пусть вам сопутствует удача и успех мирного неба нам всем берегите себя берегите своих близких всем пока пока